А, слава Богу! Такое замечательное слово. И не устаешь удивляться, как во время размышления за целый день тебе все эти стихи приходили, почти. И все эти картины приходили. Настолько невероятно, потому что обычно проповедник, когда готовится к проповеди, и он получает эти картины, стихи, и он слышит эти слова, которые были сказаны. Почему? Потому что у нас живая книга, живой Бог, живой дух. Мы с вами живы и вечно. Давайте встанем и помолимся. Отец наш Небесный, мы так благодарны Тебе за эту подвенцию. Благодарим Тебя за каждое слово, за каждую мысль, которую мы услышали, и вложенную в нас, и породившую еще множество и множество мыслей. Слава Тебе, Господь! Ты достоин хвалы, Ты достоин восхищения. Каждый день, каждую секунду. Слава Тебе, благослови эти слова. Во имя Твое, драгоценное Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. То, что говорил пастор Владимир, очень интересно записано. Я сегодня пометил, что с этого и начну нашу проповедь. Это Псалом 21. Несколько стихов в начале и в середине. Второй стих. Боже мой, Боже мой, почему Ты оставил меня? Та фраза, которую не поняли, когда она была произносима на кресте. Зачем? Да, знаю. Для чего? А вот ответ. 23 стих. Это то, что происходит сейчас здесь. Воскресший Иисус. И Он говорит. Буду возвещать Твое имя братьям моим посреди собрания восхвалять Тебя. Слава Тебе, Господь. Кто здесь говорит? О ком здесь Дух Святой говорит? Возвеличивается Христос. Мы с вами стали другими людьми, которые читают книгу и читают ее не как только лишь читатели, а как семья. Дарвин подарил другую книгу. И мы ее тоже читали, наверное, в разных вариантах во время обучения в школе. Обезьянок рассматривали, человека, который разгибается, становится все больше. И нам говорили, вот это те, которые... Но вы сейчас смотрите, что мы с вами делаем. Сегодняшняя проповедь называется неразлучная. с точки зрения мы с вами с Ним неразлучны. Мне бы хотелось, чтобы мы все время помнили это. Чтобы никакие сомнения не увеличивали мыльные пузыри этого мира в нашей голове. Он это сказал. Он и всякие верующие в Него воспринимают это. Давайте посмотрим. План. Затем воплощение плана. В этом же воплощении через некоторое время и совершение всего. И далее возрастание. Вот эти три пункта всего. Давайте посмотрим на план. Книга Откровения, 13 глава, 8 стих. Агнец был заклан... Когда? До сотворения мира. Уже тогда. Вот давайте мы посмотрим в эту, в нашу книгу. Это наша семейная книга. Это семейная тайна, которая закрыта до сих пор для всякого человека, который не верит в Иисуса Христа. А мы с вами восхищены, что там уже, в самом начале, в уме Отца, в уме Сына, в уме Духа Святого, в уме этой Троицы и Божества был этот замысел. И через этот замысел Он видел всех нас. Мы были в Его плане. Послушайте. То, что написано в Библии могущественно, это слова благодати нашей новой жизни, и это слова, в которых нуждается наш новый человек, созданный по Христу. Мы не те, которые были. Не те. Если посещает какая-то мысль, сомнение, это Адам, от него нужно отмокнуться. Это не вы, это не Христос в вас. Мне нравится размышлять об апостоле Павле, когда он даже был Саулом, как он, вероятно, открывал Ветхий Завет, первую книгу царств, и смотрел, как его, тот человек, в честь которого он был назван, его жизненный путь, и он смотрел на другого человека, с которым Саул все время, Саул все время сражался. И он стал обучаться тому, чтобы с ним этого не произошло. Произошло. Да еще как. Давид был голосом Иисуса, Иисус пришел, Иисус угнал. Но вот он говорит, в послании Галатум 2 глава 19-20 стихи, он говорит о том, что я сраспялся со Христом. Кто сраспялся со Христом? Поднимайте свободно руки. У нас с вами это праздник его жизни. Я сраспялся. Произошла наша смерть. Смерть ветхого человека, который пытается иногда все-таки что-то произнести в нашей жизни. А вот она, жизнь наша. И теперь Христос живет во мне. Давайте скажем все вместе. И теперь Христос живет во мне. Пужырь какой-то говорит. Что-то бубнит там. И внутри, и в старом ветхом сердце, и в нашем уме, Христос живет во мне. Это усилительный знак для нас. Мы подходим к зеркалу и видим, как будто бы того же самого человека, которого мы наблюдали некоторое время назад, а может быть и десятилетия назад. И мы говорим с удовольствием, Христос живет во мне. Христос живет во мне. А то, что я живу в этом теле, то я живу верою во Иисуса Христа. О, какое могущество, я ощущаю его. Я смотрю в вечность, и я вижу, вот мой папа, вот мой отец, который думал о нас. Деяние 15 глава, 24 стих, там говорится о том, что ему были известны все дела, которые он сотворил. Еще до сотворения Вселенной. До сотворения ангелов и Вселенной в последующем, одну секунду вообще, для чего он это сотворил? Для чего это было сотворено? Вся Вселенная, все эти галактики и так далее, да, ради того, чтобы на этой планете Земля поместить своих драгоценных людей, которых увлек змей ложью, искушая. Сказал слова и послушали. Но это не стало препятствием. И еще больше было дано. И еще больше дается человеку сейчас. Потому что мы с вами имеем удивительную любовь. Она описывается там, еще в вечности до сотворения мира. Давайте мы посмотрим с вами на эти замечательные стихи. 1 Петра, 1 глава, 19 и 20. Еще до сотворения мира мы уже были какие? Искуплены кровью Иисуса Христа. Он же знал все свои дела. Римлянам 8 глава, 29 стих. Удивительно, я люблю этот стих. Вы знаете, почему мы с вами любим эти стихи? Да потому что 8 глава о Кремлянам это вообще дух, который движет в нас. И мы читаем о себе, что Бог еще в вечности, в прошлом думал о каждом из нас. Эти размышления, по принципу антропопатеа, то есть чувств, которые мы могли бы описать Бога. «А вот этот драгоценный мой сын, моя дочь, он примет тебя, Иисус мой сын». И я запланировал, те, у кого есть дети, сколько хлопот до того, как он родится. Он там в утробе матери посасывает пальчик свой и думает, где, ну как мне здесь хорошо, будет еще лучше. Правда? Но он почему-то орет, когда выходит из утроба. И холодно ему, и все такое. И только когда маму увидит, 32 сантиметра до мамы, до лица ее, он только это и видит четко. А потом он что? О, все, что было до принятия Иисуса Христа, это уйдет. Но вот принявши Иисуса Христа, он становится тем, кто читает эту Библию и распознает, потому что в нем дух. И он видит, как ему жить. Я не живу, я не живу какими-то побуждениями, которые пытаются мир вложить. Запомните, мы в Иисусе Христе не живем всякой глупостью. Если глупость происходит, это указатель, что нужно бежать в Иисуса Христа, находящегося в нас, в этого нового человека, человека, который никогда не грешит. Никогда не грешит. Мы с вами искуплены, и нам не даны протезы духовные, нам дан новый человек. И в этом новом человеке мы с вами возрастаем. Несмотря на то, что старый человек совершает падение, мы падаем, и Господь нам служит, и служит, и служит. Мы были искуплены еще до сотворения мира. Можно было бы сказать, ну, так это же вообще говорится. Где там я? В Иисусе Христе у вас не должно быть такого уничижительного отношения к себе. Вы искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа. Он пришел. Он все выпал. Он все совершил. Это все написано. И вечность до того, как вообще были построены первые элементы этого мира. Уже записано и искупление. Послание к Титу, первая глава. Сколько споров человек ведет. А ты что, уверен, что у тебя вечная жизнь? Христос во мне абсолютно уверен. Я тебе могу больше сказать. Христос в тебе абсолютно уверен. Но вот, если живем мимо Христа и теряем время, то рука Божья не пишет памятную книгу лично для нас. мы свое время утрачиваем. Забудем про это. Это не наше поле, в котором мы живем. Поле жизни это его мудрость. И этой мудрость он не только века сотворил и сотворил всю вселенную, это пространство и прочее. Но эта мудрость подарена нам. И в этой мудрости мы с вами притча 8 глава 35 стих. Какая замечательная вещь. Кто нашел меня мудрость Христа, тот нашел жизнь. Давайте мы расширим. Кто живет во мне, тот живет в жизни. А если нет, ну, написано и про это. Послание к Галатам. 6 глава 5 стих. Смотри, куда сеешь в свою жизнь, в свое время. Время только пропадает, время пропадает в нашей жизни. Если сеешь вплоть, в плотские соображения и прочее, то пожнешь там что? Смерть. Там нету ничего. С тобой этого времени не будет на небесах. Как бы это не разочаровывало. Нет, слушайте, не надо разочаровываться, потому что жизнь с Иисусом Христом это действительно радость и счастье. Если вам нравится жить в эмоциях с Иисусом Христом, это радость и счастье. И даже тогда, когда Он позволяет нам поплакать, ничего, но возвращайтесь в радость и счастье, возвращайтесь в жизнь. Потому что там наша реальность. Другая реальность этого мира она вкралась в Эдемский сад и сказала «Да нет, но вот когда вы светите от этого дерева, то вы будете сами, 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 как Бог». На что было направлено это прощение? Разлучиться. На что Бог направлен? Да кто такой сатана? Да кто такой древний змей? Кто выше? Кто больше? Могущественнее? Мудрее? Как Он пришел в этот мир и стал проповедовать? И люди говорили «Да как можно это слушать?» Это и есть глупость проповеди. Ешь ты мою плоть, пей и мою кровь. Через некоторое время обнаружен. И все согласован, все понятно стало, потому что вечность, которая была определена в Библии о прошлом, о его замысле, осуществляется у нас. Потому что тот, который запланировал, и Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих, и что сделалось со словом? Слово стал человеком таким же, как мы, и этот человек ходил здесь, ему ученики показывали, Иисус, посмотри, какой здесь храм, он же блистает, это так замечательно. Иисус говорит, вот здесь рядом с вами тот, кто больше храма. Храм, оу, правда? до тех пор, пока мы не наслаждаемся этим словом, когда это слово не становится для нас такой пищей, с таким аппетитом, постигаемой, поглощаемой, ух ты, храм, ух ты, вот там что-то еще, оставьте, нет ничего, никого прекраснее Иисуса. Нет никого и ничего удивительнее Иисуса, потому что Он нас берет, и Он нас ведет в вечность, и мы с вами тогда всю эту мешанину нашей жизни принося к Нему, Он обращает в цветущий сад, и там, где была смерть, становится жизнь, там, где были боли, происходит исцеление, это все наше, я читаю Отец, это же надо, надежда вечной жизни во мне, и она такая реальная, и я понимаю это, это мое, это мое. И в Петербурге 1 глава 4 стих Он избрал нас в Иисусе Христе до сотворения мира. Где вы, моим Иисусе Христе, упали, где вы, ты же там, я там был, я в Иисусе Христе. Какая-то мысль, ой, ушел, я в Иисусе Христе. Мы это утверждаем, это для нас. Послушайте, простая фраза, я в Иисусе Христе, это стопроцентное отождествление с Ним. Потому что эту фразу можно сказать только Духом Святым. Слышали, Только Духом Святым. И небеса, и эти ангелы, которые вытягивают свои духовные шеи и смотрят, но надо же, только что было падение, и он заявляет это, и они смотрят на Бога, смотрят друг на друга и говорят, показывая на Бога, Свят, Свят, Свят. Я представляю книгу Захарии 3 глава с 1 по 4 стихи, когда сатана довольный приводит Иисусу на небеса, приводит Иешуа, и великого Иерея Иерусалимского. И показывает не говоря на пятна грязи, которые должны быть на сияющей одежде, а там одежда с грязью. И вот распоряжение Иисуса, Я запрещаю тебе, принесите Ему, и ангелы приносят с удовольствием, приносят торжественные одежды. Почему? Это же написано в Ветхом Завете, еще жертва была несовершена, но верующие, такие драгоценные, Бог им открывает эти моменты, и они смотрят здесь на земле и говорят, Я там! Это обо Мне написано! Меня всегда удивлял еврейский народ, надо же, здорово, сколько в Библии написано про драгоценных наших братьев и сестер из евреев. И сегодня подумал, сколько в Библии написано про всех верующих в Иисуса Христа, еще вообще от вечности в прошлом. Мы с вами являемся теми людьми, которые знают, откуда мы пришли, знают, как нам нужно жить. И эта жизнь не наша осуществление. Это жизнь принятия и наслаждения, а также и позволения Иисусу Его силой, силой любви, спасенного ума через нас транслировать себя. Он никогда от нас не отходит. Он нас спасал, когда мы были еще не спасены. Он выводил нас из всяких физических бед. Это невероятно. Посмотрите, Моисей идет по пустыне, 40 лет уже ходит по этой пустыне. Вокруг горят кострища из терновых кустов. Да, воспламенение происходит при 60 градусах. Это привычное дело. Но тут попался ему куст, горит, и ничего там не сгорает. И он пришел туда, и заговорил с ним Бог. И место вдруг стало совершенно другое. была земля обыкновенной пустыни, стала земля совершенно святая из-за его присутствия. Мы здесь, здесь святая земля. Мы с вами разговариваем с Богом, и Бог нам говорит свои истины. И вот он говорит этому замечательному пророку, который будет пророком. И его слова пророчества ими будут наслаждаться люди тысячелетиями. И мы будем на небесах также открывать и смотреть на Моисея и разговаривать с ним. Мы будем с вами вечно, вечно наслаждаться в этих удивительных приключениях Иисуса Христа. Почему? Смотрите на Моисея. Третья глава книги Исхода. Седьмой восьмой стихи говорит Иисус Господь наш Я знаю скорби моего народа и Я иду как разрадовалось сердце Моисея. Ну если ты идешь то все в порядке? И далее он говорит в следующем стихе И так ты иди что то я не понимаю то ты идешь так ты это или я запомните это важный момент истины потому что поправляет его Иисус и говорит Я иду с тобою вот эта связка в которой мы с вами живем Иисус продолжает нас обучаться Он так делал с Моисеем посмотрите какая грандиозная ошибка произошла у Моисея первая встреча ну я не имею ввиду первая там несколько раз были люди которые роптали ну что там в Египте у нас и чеснок и маринады всякие соленые огурцы не буду придем Он зачем ты нас вывел даже воды нет и Господь говорит Моисеем возьми арома старейшина возьми жезл подойди к скале на которой я стоять и удар по этой скале ну так жезл привычная правда Он уже столько сотворил тех чудес которые Господь обещал что сотворил через то как Он применит жезл Он привык к нему но Ему нужно дальше расти нам нужно дальше расти в этой картине второй раз ропот через много лет Иисус говорит то же самое возьми арома старейшина жезл твой я понимаю о чем ты говоришь подойди к скале и скажи слово да да жезл со мной скажи слово жезл со мной помните как Иисус рассказал все что с ним произойдет что перед этим Он сказал Петру вот отец рассказал кто я такой ты слышал отца а теперь я вам рассказываю куда я иду что произойдет со мной в Иерусалиме я умру и на третий день воскресну умру понятно в Иерусалиме понятно воскресну не знаю и поэтому отбрасываю и не хочу чтобы туда мой Бог шел мой Господь и он стал возражать Моисей скажи слово и он бухнул раз и два что было никакой воды да пошли воды много воды только Бог сказал ты не явил святость моя слышите да как здорово все рядом там все люди стоят и ты не явил святость и можно было бы сказать вот это да 40 лет и Бог говорит ты не войдешь в землю обетованно и можно было бы лить слез но интересно Моисей знает куда он идет куда он идет Евангелие от Луки 9 глава мы с вами видим в 29 31 важной стихе и 35 стихе мы с вами видим откровение преображение Иисуса на горе Он обещал что некоторые не увидев смерть уже увидят его царство и в этом царстве открывается Иисус и Моисей и Илья Илья был забран живым на небеса Моисей тело его было взято на небеса и сам Моисей теперь там Иисус здесь на земле о как как Петру захотелось чтобы это мгновение застыло и быть там нам здесь с тобой хорошо что говорит отец это сын мой возлюблен его слушать ну конечно же было искушение вот он Моисей а что насчет Моисея нам стало понятно живет вечно а какой грех он совершил который называется грех к смерти живет вечно неразлучно и теперь он уже знает и кроме того и Моисей и Илья они говорят как какой выход будет иметь Иисус из Иерусалима Моисей вывел когда-то народ но сам не вошел или Я выход имел из этого мира на небесах Иисус это тот выход для нас Он выход для нас какой будет выход иметь и будет на собрании святых проповедовать будет на этом собрании вместе с нами петь у нас есть великая история и мы читаем ее и она наша история это наш отец это наш брат это наш друг который нас никогда не покидает мы неразлучны мы с вами видим это везде в Библии это благодать данная навсегда жизнь в Иисусе Христе и мы здесь находимся на поприще и пробуем а как я пройду его Иисус обучает да не ты а я то есть тобой люди будут видеть тебя представляешь через тебя увидят меня аминь отец наш небесный мы благодарны тебе за эту удивительную историю любви непобеждаемый и ты определил спасенные это неразлучный снег даже как бы мы ни уходили но так хорошо нам вникая в Библию совершенно четко неразлуч ничто слава тебе насколько это нас и ободряет от физических хворей и эмоциональных напастий и всяких мыльных пузырей которые транслируют транслируют что то другое ты господь поселился ты совершаешь свое дело и нам это очень нравится майдавор слава тебе во имя твое драгоценное Иисус наможется а также может быть среди тех кто слушает эту проповедь по интернету есть человек который не знает Иисуса Христа как своего спасителя послушайте вы сегодня услышали и удивительную историю вообще человечества и вы один из них и вам предлагается сегодня только лишь принять этот подарок торжества свободы вечной жизни вместе с Богом скажите признание ваше Иисусу Христу дорогой Иисус я грешный человек прошу тебя прости мои грехи спаси меня подари мне вечную жизнь я не все еще понимаю но я знаю ты меня научишь приведи в живую церковь где изучают твое слово слово завершенной работы потому что ты придя в этот мир ты уже знал обо всем как ты и мы с тобой будем на этом великом собрании Господи помогай люби спасай я принимаю тебя во имя Твое драгоценное Иисус Христос я прошу и молюсь аминь спасибо благослови вас Господь спасибо 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 спасибо